Во имя Отца и Сына и Святаго Духа В Евангелии от Иоанна мы находим такие слова «Да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобой Иисуса Христа». Как все просто. И мы, христиане, наследники двухтысячелетней традиции, апостольского служения, апостольской проповеди, воспринимаем эти слова как очевидную вещь, как сердцевину нашей веры. «Да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобой Иисуса Христа». Но какими же новаторскими, какими удивительно новыми и мало даже понятными были эти слова для тех, к кому они тогда были обращены. «Да знают Тебя, единого истинного Бога». В Ветхом Завете Бог был как бы невидим. Он, конечно, присутствовал в некоторых видениях, как в горящей купине. Он присутствовал в сердцах людей. Но Бога, по слову Библии, по слову Божественному, никто никогда не видел. И вот то, что произошло в Завете Новом, это полностью меняет всю систему религиозных убеждений, самую природу веры. Бог во Христе явился нам в Господе и Спасителе. Читая Евангелие, мы представляем Его образ, мы знаем Его дела, мы знаем Его мысли. Нам легко верить в Господа и Спасителя, но как трудно было верить тем, кто бы до Христа верили в Бога, которого никто никогда не видел. Явление Бога в Иисусе Христе это великая милость для рода человеческого. И мы принадлежим именно к семье христианских народов. Мы принадлежим к Церкви Христовой, в центре которой и есть исповедание того, что Господь Иисус Христос есть Сын Божий и Сын Человеческий. И мы через Него поклоняемся Богу, Который для нас уже не является неведомым, но ведомым во Христе Иисусе, Господе нашем. Вера в Господа призвана менять человеческую жизнь к лучшему. Если человек крестился, если он себя связывает с православной церковью, он не может не наблюдать за своим внутренним духовным состоянием. Если такой человек занимается чем угодно, политикой, бизнесом, общественной работой, в конце концов, даже семьей, но почти никогда не вспоминает о Боге, то ведь и Бог не будет его помнить. Ведь отношение человека и Бога – это движение двустороннее. Господь дает нам свою милость, свою благодать, свою помощь в ответ на нашу веру, а вера должна выражаться в молитве и споспешествоваться добрыми делами. Потому что если есть вера, а нету добрых дел, то мы, как по Слову Божию, медь звенящая и кимбал брецающий, то есть пустота. Наша вера ни во что не реализуется. Вот эти истины, они помогают каждому человеку выстроить правильно свои отношения с Богом, верить в Него, признавать Его бытие, исполнять Его предначертания, Его заповеди, Его закон. И одновременно, через участие в жизни Церкви, через причастие святых христовых тайн, входить в мистическое, таинственное, непонятное человеческим разумом, но реальное соприкосновение с Богом. И мы знаем, как это соприкосновение нередко меняет человеческую жизнь. Существует ведь огромная литература, в которой повествуется о том, как люди меняли свою жизнь от самой никчемной к вершинам святости через прикосновение к Господу. Но вспомнить хотя бы Марии Египетскую, блудницу, Александрийскую, падшую женщину, от которой все отворачивались, которая была презираема за свой образ жизни. И через глубинное покаяние она стала великой Божьей угодницей, которая разорвала все свои связи с пороком и не просто стала верующей женщиной, она, сознавая какую-то глубину своего падения, пошла в палестинскую пустыню, через реку Иордан, перешла и жила там без какой-либо еды, без запасов воды. Чем питалась? А тем, что давала пустыня. Какие-то маленькие зеленые росточки и водой из реки Иордан. Вот этот пример, который для нас обычно представляет богослужение Великого Поста, он на самом деле ведь имеет значение вообще для исправления нашей жизни. Но если такая женщина, как Мария Египетская, от бездны падения могла обратиться ко Христу, то ведь значит этот путь открыт для каждого, для самого большого грешника, для того, который махнул на себя рукой. Да что с меня взять? Не знаю, верю в Бога или не верю, аж сколько всякого дурного, плохого и ненужного сделал, а сколько слов плохих сказал не счесть. Все то, чему учит церковь, это и есть помощь человеку в движении вверх. Во всех смыслах этого слова. В духовном, навстречу Богу, в интеллектуальном, познавая все больше и больше и укрепляя свой разум. И даже когда человек умножает свои материальные средства, но обращая их не только на себя, а в первую очередь совершая добрые дела, то и этот материальный успех становится Богом благословленным. Горе, конечно, тому человеку, который только ради себя и своей семьи созидает богатство. Кому дано больше, с того больше и спросится. И поэтому имеющий то, чего не имеют другие, Богом призывается совершать добрые дела. И я не случайно говорю об этом здесь. Здесь много людей состоятельных, которые, конечно, играют очень большую роль в развитии экономики нашей страны. Доброго здоровья и успехов в их трудах. Но находясь даже на вершине вот этого материального благополучия, всегда нужно помнить о тех, кто нуждается в вашей помощи. И знаю, как много доброго и люди состоятельные, и этой земли делают для тех, кто нуждается в их поддержке. Вот жизнь христианина, она, собственно говоря, развивается по самому правильному вектору, то есть по самому правильному направлению. Обрести направление в жизни – это очень сложное дело. Либо нужна помощь, помощь нужна каких-то учителей, родителей, либо человек достигает какой-то высоты интеллектуальной посредством своего образования, но даже там, на этих высотах, легко заблудиться. А подлинный путь жизни, который несет спасение человеку и благо окружающим, лежит через веру, через стремление жить по Божьему закону, по Божьим заповедям. Вот тогда и материальные блага становятся фактором, содействующим человеческому спасению, обретению Царства Небесного. А если ничего подобного не делается, то богатство обращается в осуждение. Дай Бог, чтобы было именно так, как Господь велит, чтобы не просто богатство одного или другого человека, а богатство всей нашей страны, обращались для того, чтобы страна сохраняла свой суверенитет, свою свободу, чтобы имела силу отразить вражеские нападения, чтобы развивалось образование и культура в нашей стране, чтобы укреплялась духовная жизнь и чтобы каждый человек, сознавая себя сыном и дочерью Церкви и чадом Отечества нашего, могли бы служить и Богу, и народу, и стране нашей, а также, конечно, своим близким и родным. И вот да поможет нам Господь именно так прожить жизнь, а не просто либо сокрушаться своей жизненной неудаче и на все махнуть рукой, либо упиваться своим материальным благополучием и стать духовно слепым человеком. И то, и другое опасно. А путь, который указывает Господь через свое Евангелие, который провозглашает Церковь, он направлен и на личное возрастание и духовное, и материальному возрастанию никто не препятствует. Но он таков, что через это возрастание человек обретает способность быть с Богом, а значит обрести самое главное спасение во Христе Иисусе Господе нашему. И дай Бог, чтобы народ наш шел по этому пути. Да большинство ведь и идет по этому пути, хотя, конечно, далеко не все. И этот путь становится непонятным для тех, кто взирает на нас через западные границы. Потому что там этих целеполаганий нет. А потому то напряжение, которое сегодня возникло между Россией и Западом, это не просто какое-то политическое недоразумение. Разные системы ценностей сталкиваются. Разные системы целеполагания. Разное место духовного измерения и разное отношение к вере в Бога. Мы верим, что мы на правильной стороне. Как говорят, на светлой стороне истории. Но дай Бог, чтобы мы были на той светлой стороне, которая создается светом божественной истины. И да поможет нам Господь сохранять любовь к Отечеству, к Церкви и друг ко другу. Разделять друг с другом свои ресурсы, будь то большие, или малые, или средние, помогая друг другу и поддерживая друг другу. И да поможет нам Господь с особой заботой, вниманием и любовью относиться к подрастающему поколению. И да помогает всем нам Господь бережно относиться к заветам тех, кто передал нам свою веру, осуществлять эти заветы во славу Божию, во славу Церкви и Отечества и в наше спасение. Аминь. С праздником всех вас поздравляю. Спасибо. Спасибо.